Смерть от рук родной матери. История о том, как жительница Торецка лишила жизни свою двухлетнюю дочь, недавно шокировала всю Украину. Сейчас горе-мать находится под стражей, а двое ее детей в приюте. Старшая 15-летняя Виолетта до сих пор не может оправиться от трагедии. А четырехлетняя Надя не знает, что младшей сестрички больше нет. Историю продолжат наши корреспонденты. С карандашом в руках девочка может сидеть часами. Только так она отвлекается от грустных мыслей. Этому рисунку с изображением птицы уже несколько лет. Одинокими вечерами Виолетта рисовала то, чего ей так не хватало. Это птичка. Скорее всего, она с миром. Она же цветочек несет. Дружить. Но дружбы и мира в семье девочки никогда не было. Виолетта и ее младшие сестренки материнской любви не чувствовали. 33-летняя женщина часто выпивала. Агрессию выплескивала на детей. Как-то она начала кричать на меня, что она хорошая, что я по сравнению с ней ничто. Она в мое время уже работала, всего добивалась. Я начала рассказать, что я по таким, как она, стопам не собираюсь идти. А она разозлилась и в руку мне кочеряшку взяла. Слезы на глазах высохли, но воспоминания о роковом дне не дают покоя. Месяц назад, вечером, дом стал для девочки адом. Вернувшись из школы, Виолетта увидела страшную картину. Разъяренную мать с двухлетней сестричкой на руках. Малышка была вся в крови и едва дышала. Когда забежала, увидела Вероничку, я вообще подумала, что она умерла. Но она на тот момент была жива. И когда я забирала, я маме не хотела дать, я ее забрала. Я ее даже не одевала, так до бабушки и побежала. Спасти малышку не удалось. Четырехлетняя Надя часто спрашивает, где Вероника. Она не знает, что сестренки больше нет. И надеется когда-нибудь снова поиграть с ней. Почти месяц сестры находятся в приюте. Здесь у них началась новая жизнь. Без скандалов и побоев. Виолетта постоянно присматривает за младшенькой. Играет с ней и читает книги. Заботится так, как никогда не делала родная мать. Птичка. Где еще птички? Тут много птичек. Вот много птичек. Навещают Виолетту и Надю только бабушка. Девочки ее очень любят и хотят жить с ней. Но начать процедуру оформления опекунства можно не раньше, чем родителей лишат прав. Исковое заявление уже подано исполнительным органам нашего города. Комиссия по вопросам защиты права детей считает целесообразным решением как маму, так и папу деток. Вместе с девочками в Торецком приюте находятся еще 24 ребенка. Каждый из них в тепле и с должным уходом. Но мечтает об уютном доме и заботливой семье. Поддержку таким детям оказывает программа фонда Рината Ахметова «Сиротству нет». Ну, а это тебе. Ты любишь? Кусики, новые носочки, голубые. Да. Только за последний год более 800 детей, лишенных родительской ласки, снова обрели папу и маму. Всего за время работы программы фонда Ахметова усыновили более 8 тысяч сирот. В семье они справляются со своими родительскими обязанностями, ни мамы, ни папы, да. А в этой ситуации больше всего страдает ребенок. И ребенок остается один на один со своей проблемой. В данной ситуации, чтобы единственным решением не стал Центр социальной реабилитации, либо интернатное учреждение. А дальше нужно двигаться по пути нахождения семьи для этих детей. Вот это самая основная миссия. И, собственно, это те ценности, которые мы испоедуем в фонде Ринаты Ахметова. К 8 марта воспитанники Торецкого приюта готовят множество номеров. Вот только главные зрители, мамы, их не увидят. Татьяна Блюнова, Оксана Корчма, Евгений Якунин. События. Канал Украина.